Итак, друзья мои, я безумно рада приветствовать вас во второй части нашего мастер-класса по созданию вот такого вот симпатичного кулончика из бисера в виде цветочков, в виде такого вот букетика с цветочками А я сделала уже 6 вот этих вот цветочков Почему я говорила, что их должно быть 6 либо 7? Если вы делаете так, что с этой стороны он будет вот так вот выглядеть Кстати, это куда практичнее и я покажу вам, как сделать именно вот такой вариант Если вы хотите, чтобы он был совсем кроленький тогда вам нужно будет даже не 6, а 9 и вы вот таким вот образом пришьете еще 3 цветочка Ну и третий будет тут не сильно удобно так пальцами держать Но это не особо удобно и он будет топорщиться, если вы будете его носить на шее А так он красиво так смотрится, как будто вот так и надо В общем, давайте приступать к нашему сшиванию так как это самое, наверное, интересное и ответственное задание Смотрите, вот что у нас получится должно Мы должны делать начало цветочка до того ряда Когда у нас идет уже набор 2, затем 1, затем 2, затем 1 Вот до этого момента это 1, 2, 3, 4 ряд Вот первых 4 ряда вы должны сделать самостоятельно И у вас должна получиться вот такая вот интересная звездочка После чего берем вот этот вот цветочек И проходим иголочкой, смотрите, если мы вот так вот поставим Вы видите, что у нас тут есть 5 бисеринок и сверху еще 5 Вот в эту бисеринку проходим иголочкой Вот так Вторую пропускаем Через третью проходим иголочкой по направлению вниз И подтягиваем После того, как подтянули Смотрите, что получается Это тяжеловато сделать, но тем не менее это сделать нужно Сделали мы это Вот так вот И проходим иголочкой через вторую бисеринку пары Вот она После чего подтягиваем И видим, что у нас получается У нас получается пришит цветочек к вот этой вот части Затем набираем одну бисеринку И проходим иголочкой через первую бисеринку следующей пары Подтягиваем И повторяем то же самое, что мы только что проделали Проходим иголочкой через вот эту бисеринку Ой, выпрыгивает, видите? Проходим через вот эту бисеринку Затем следующую пропускаем И через вот эту Проходим вниз Подтягиваем И проходим иголочкой через вторую бисеринку пары Вот она Подтягиваем Вот видите, у нас очень органично смотрятся цветочки И если вы хорошо все затягиваете, то они даже вот так вот красивенько держат форму Мы должны пришить так пять цветочков Дальше мы набираем одну бисеринку Проходим через первую бисеринку следующей пары И продолжаем так работу до конца ряда После чего мы с вами уже продолжим вместе Я надеюсь, что вам данный этап очень понятен Итак, друзья, смотрите, мы дошли до конца ряда Дальше нам остается набрать одну бисеринку Пройти иголочкой через ту бисеринку, с которой наш ряд начинался Это сейчас сложновато, но это сделать необходимо Вот она Проходим через нее иголочкой И та бисеринка, которую мы набрали Встает на свое место У нас получается вот такая вот интересная штука И сейчас нам необходимо пришить центральный цветочек вот сюда И, собственно, наш кулончик будет готов Как мы его туда пришиваем? У нас есть бисеринка, с которой выходит ниточка Нам необходимо вывести ниточку с центральной бисеринки Вот так вот Можно проходить сразу так, как я Можно проходить постепенно Это как у вас получается После чего подтягиваем Набираем две бисеринки Опять же коричневого цвета И смотрим параллельно Параллельно проходим иголочкой Через вот эту бисеринку Видите, с этой выходит ниточка Через вот эту Вот так вот С этой выходит ниточка Через вот эту Проходим иголочкой Затем выходим иголочкой с первой этой бисеринки Дальше Берем цветочек Проходим через вот эту бисеринку Видите? Вот так вот, через вот эту Затем опять пропускаем вот эту И выходим иголочкой через вот эту бисеринку Подтягиваем Вот так Дальше смотрим, что у нас Нитка идет вот так Значит у нас Сейчас покажу так, чтобы было более понятнее о чем я говорю Видите? У нас нитка выходит с вот этой бисеринки Идет сюда, затем сюда И нам нужно войти во вторую бисеринку фары Входим Вот так вот Сложновато это делать, но необходимо И проходим иголочкой через вот эту Видите? Вот она бисеринка Вот Подтягиваем И выходим Ой Дернула, видите? Бывает Выходим иголочкой на изнаночную часть нашего кулончика Вот так Эта часть готова Вот у нас такая вот часть получилась сзади Такой вот кулончик Смотрите, друзья Если вам нравится, чтобы он был такой вот более живой Тогда вы можете оставлять его вот так И не сшивать вот эти вот все элементы В данном кулончике я их сшила Сшиваются они элементарно Просто Просто сшиваются за вот эти вот два уголочка Раз За вот эти два уголочка Два И у вас получается четко в середине вот этот вот цветочек Можно этого не делать Он будет более живой в таком случае Мы просто вот сюда цепляем вот это вот колечко Как цепляется колечко я вам сейчас, конечно же, покажу И дальше остается цветочек на том же уровне Вот такой вот он и остается, которым он был Мне вот такой вариант в действительности нравится больше Потому что он выглядит как-то живее Вот этот вариант, он такой, знаете, очень правильный Прям правильный, прям правильный Ну, такой, ну, видно, что это более искусственная Такая более искусственная сборка цветочков Тут она более живая Поэтому этот кулончик я оставлю в таком виде В котором вы его сейчас видите Сейчас нам необходимо пройти иголочкой через вот эти вот бисеринки Выйти на цветочек Сейчас мы все это с вами проделаем Вот так вот Затем выходим на цветочек Смотрим, чтобы нигде не путалась ниточка А она будет путаться Смотрим вот так вот, ложим наш кулончик И смотрим, какие мы будем сшивать элементы Вот эти вот два Значит, для этого нам необходимо выйти иголочкой через вот эти вот все бисеринки до самого-самого верха Ой Вот так Сейчас пытаюсь показать так, чтобы было понятно Вот Вышли через эти коричневые бисеринки Дошли вот досюда Затем проходим через оранжевые И выходим с вот этой вот первой бисеринки И еще раз поворачиваем, чтобы убедиться, что все верно Вот так вот выглядит цветочек Вот За вот эти вот уголочки мы его сшиваем Проходим через вот этот И вот этот Поскольку у нас мононить Мы можем себе позволить такое сшивание без каких-либо последствий Дальше нам необходимо взять колечко На это колечко мы будем цеплять цепочку Вот у меня оно вот такое Самое обычное Проходим иголочкой через кольцо Подтягиваем Опять проходим через кольцо Третий раз проходим через кольцо Тут у нас получается петелька Проходим через петельку Опять кольцо Петелька Проходим через петельку Кольцо петелька через петельку проходим иголочкой теперь через вот эту бисеринку точнее я прошла через нее вот так вот вот и подтягиваем после того как мы подтянули у нас вот так вот должно становиться наше колечко вот друзья что у нас с вами получается затем можно еще разочек вот так вот пройтись это просто для уверенности ничего особенно это уже не меняет вот так вот и на этом этапе мы можем заделывать ниточку она нам больше не нужна и спокойно можем ее обрезать вот такой вот замечательный кулончик получился у нас благодаря данному мастер-классу если вы хотите чтобы он все таки был вот такой вот правильный просто выставляете вот так вот уголочки и сшиваете вот эти вот уголочки между собой тогда он будет такой прям правильный правильный как вот этот но этот я оставлю все таки более таким романтичным вот на этом наш мастер-класс будет завершен я очень надеюсь что он был для вас полезен подписывайтесь на мой канал добавляйте фотографии ваших готовых работ в наших сообществах в соц сетях ссылочки на которые вы можете найти под видео все полезные ссылки я всегда вам оставляю под видео и до встречи в следующих мастер-классах друзья мои пока пока пока